Привет! Начнем с поздравления победителя нашего прошлого розыгрыша. Константин Попов, спасибо за участие и надеемся, что прогулка на морском трамвайчике тебе понравилась. Ну а теперь к выпуску. Сегодня мы предложим вам 5 советов о том, куда можно будет сходить в Питере на этой неделе. Вас ждут пара кинофильмов, иммерсивный спектакль, выставка футуристов и музыкальное выступление. Только самое качественное искусство. Напомним, что наш партнер – видеостудия «Без небес» на Мойке, где мы всегда с легкостью и комфортом снимаем наши выпуски. Обязательно досмотрите сегодняшний выпуск до конца, мы опять порадуем вас розыгрышем. Начнем с кино. В кинотеатрах Петербурга мы наконец можем увидеть один из самых культовых и значимых фильмов французской новой волны. Дебютный полнометражный фильм Жан-Люка Гадара «На последнем дыхании» теперь в прокате. Для всех, кто не знаком с творчеством легенд киноискусства, мы очень рекомендуем начать свое знакомство именно с этого произведения. Ну а любителям и знатокам просто не упустить возможность насладиться давно ставшей культовой картиной. На протяжении всей недели «На последнем дыхании» будет ждать вас в нескольких кинотеатрах города. Чего ожидать? Красоты художественного авантюризма и пропитанного аллюзиями и отсылками сюжета. Помимо Гадара рекомендуем вспомнить о Вуде Алине. Магия лунного света вновь прокатен. Современная комедия режиссера впечатлит вас невероятной игрой звезд Голливуда Эммы Стоун и Колина Ферта и переместит на лазурный берег времен начала 20 века. Не будем раскрывать все карты и рассказывать лишнего о сюжете, но скажем, что сеансов очень много и они точно стоят того, чтобы вы обратили на них внимание. Будь то Гадар или Вуди Аллен, побалуйте себя по-настоящему хорошим кино. От кино переходим к театру. Иммерсивный спектакль от американских экспериментаторов Journey Lab, вернувшийся, будет проходить 13, 14 и 20 числа на этой неделе. Команда пионеров жанра иммерсивного спектакля превратили пьесу Генриха Ипсена «Привидение», написанную в 1882 году, в настоящее приключение для зрителя. Проходить спектакль будет в особняке по адресу Дворцова набережная 20. Вместо театральной сцены действия спектакля будут происходить на четырех этажах особняка, где каждый зритель сможет выбрать свой собственный путь. Надеваете маску и на три часа погружаетесь в абсолютно новое состояние восприятия, уникального экспириенса и захватывающей семейной интриги персонажей. Это поистине уникальное культурное мероприятие, запомнится вам надолго. В Михайловском замке, бывшей императорской резиденции и филиале русского музея, до 4 октября проходит выставка итальянского футуризма из коллекции Джанни Матиоли, итальянского бизнесмена и торговца шелком. Выставка впервые демонстрируется за пределами Италии. Работы эпохи итальянского футуризма представлены бок о бок с 50 произведениями российских кубофутуристов, созданными в те же года, что и работы из итальянской коллекции. Посещение выставки позволит вам не только насладиться и изучить экспонаты футуризма, но и сравнить и сопоставить представителей этого движения из разных стран с возможностью проанализировать их точки соприкосновения и различия. Напоследок перейдем к музыке. 15 августа в 7 вечера состоится концерт одной из главных сенсаций российской электронной музыки москвички Яны Кедриной, также известной как Кедр Ливанский. Выступление состоится в гавани Васильевского острова в пространстве Катрицы. Пульс передовой танцевальной электроники и эфемерная чувствительность делают выступления исполнительницы особенными и невероятно цепляющимися, не говоря уже о самой музыке. Успейте купить билеты и встретить лицо отечественной электроники. А теперь розыгрыш. Сегодня мы разыгрываем то, что покажет вам Питер с одной из лучших его сторон. Прогулку по крышам на двоих. Условия участия очень просты. Подпишись на наш канал, поставь палец вверх и оставь комментарий под видео, которое ты сейчас смотришь. Также не забудь указать свой e-mail, чтобы мы могли связаться с тобой в случае победы. Победителя мы объявим в следующем выпуске. Более подробные условия участия вы можете прочитать в инфобоксе под видео. Продолжение следует...